понимает о чем речь вообще так ну чего как у вас домашним заданием а то мы так в прошлый раз достаточно это самое по одной по одной по двум задачкам хорошо получилось хорошо а этот люди не успели а кто делал про классово или увидели что-нибудь задача вот на вторую половинку дз дз получилось нормально а и а кто 2 сделал просто я думаю может быть все таки одну задачку решить сейчас на всякий случай ну давайте кто-нибудь хочет у доски решить про любили а вот давайте да да давайте с дз вот в дз какая-нибудь кому-нибудь показалось страшный да да ну то есть они все показались кто-нибудь вот их смотрел какая кажется поинтереснее ну сейчас выберем это верно так значит а какая там последняя у нас какую я задал последнюю какой 81 21 1 давайте давайте я тоже не знаю кто-нибудь делал 691 легкая ну да ну это да это относительно может быть минус 2 на x минус 1 давайте начнем с чего поймем если здесь но имеет ли смысл искать решение в виде многочлена да да значит нет здесь здесь и здесь здесь в первой степени да это плохо для многочлена да почему потому что у нас здесь будут будут разные да они будут разные и вот получается старшая степень будет вот здесь ее нечем будет сокращать там здесь будет ниже да 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 вот поэтому здесь ясно что в нашей ситуации надо искать именно экспоненту потому что у нас третьего варианта нет давайте а ну вот некоторые даже живыми все сделали вот но мы давайте с вами нормально сделаем то есть мы ищем решение значит поскольку мы поняли что искать решение видим многочлена здесь бесполезно и у нас решениями могут быть в наших задачах либо многочлены либо функции вида есть степени а x то нам слабо быть надо искать решение в виде функции есть степени а x да 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 а это же у нас просто это интегральное не это будет потом это пока еще надо сейчас угадать угадать одно из решений а второе мы найдем с помощью той формулы который вы показываете а потому что у нас в любой линейной однородной задачи решение определенный способ с точностью до множителя вот поэтому если там было бета не равная нулю то мы на него поделим еще вот да чего вы давайте работать и в универсии y равно есть степени y1 ну там неважно равно есть степени а x да и знак вопроса конечно конечно и знак вопроса и просто подставляем это дело и смотрим что получается хорошо а 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 может быть но мы на него поделим дать же а а плюс 2 а а на á а а а а а Вот коэффициент при х вы сейчас пишете, да, вот это должно равняться, ну да, ага. Сейчас я просто... Да, ага, ага. Вот. Все его коэффициенты должны равняться... Вот это должно равняться 0 и вот это. И вот это должно равняться 0. Значит, второе ясно, когда при а равном двойке, и если, ну, как бы не мудрые составители задачи, то было бы неизвестно что, а так видно, что подходит. Еще подходит минус единица. Да, но она во второй не подходит, поэтому... Окей, поэтому а равном двойке. Поэтому решение у равняется... Ну, у1 равняется е в степени 2х. Правильно подсказывали, да? Ведь обычно надо какую-нибудь ерунду специально скажут. А? А вот теперь пишем ту формулу, которую вы вот хотели. Да, формулу Астроградского Леувиля. Да, там будет экспонент и интеграл. Так, сейчас, ик-1 на ик-2. Мы знаем ик-1, ик-2. Ик-2 мы не знаем. А можно двойку не писать пока, чтобы не таскать ее? Ик-4, ик-2, ик-2. Совершенно верно. А вот мы сегодня как раз... Значит, мы сегодня немножко порешаем, какие могут быть, но там может быть гораздо больше, так сказать, исчерп... Ну, как бы, как это называется? Все они включаются во множество примеров и замечаний с лекцией. Вот. Не-не, это сейчас про коллоквиум. Какие могут быть четвертые вопросы, да, на коллоквиуме? То есть задачи теоретического плана. А у Михаила, может быть, и вопрос своей теоремы, да? Да, один вопрос теоремы с доказательством, один вопрос формулировки теоремы, один вопрос формулировки определения, и одна вот задача теоретического плана. Вот. И вот множество задач, это подмножество примеров и замечаний с лекцией. Один вопрос правильно, это два, два вопроса три. Хитрее. Если ничего по доказательству нет, то это два. Дальше, если вы Этими дробными Всякими плюс-минусами Ну набираете хотя бы 2 из 4 Всего может быть 4 плюса Ну если считать, что плюс-минус И минус-плюс это плюс, то вот если вы набираете Хотя бы 2 плюса в сумме То можно говорить о тройке, если у вас есть что-то По доказательству Ну идея, то есть вот даже в некоторых длинных теоремах Я писал, в чем заключается идея Ну вот это вот хотя бы уже Можно на тройку претендовать Ну там полно теорем, которых нет Нет идей, в том смысле, что она такая Теоремы такие короткие, что там Идея и есть теоремы Так, значит мы уже тут взяли интеграл сверху Причем так ловко, минус забыли Ага, ага Там получается Е в степени минус На Один подлить на Х Модуль снять Да, и модуль можно снять за счет того, что у нас С произвольное И это еще С, и все сюда Отлично Ну давайте Значит решать Это линейное уравнение Да, сначала решать Ну я бы, может быть, поделил на Е в степени 2Х А может быть и не делить Да он мне пока подальше Ну хорошо, давайте Ну да, задача достаточно простая Нет, здесь мы вообще Поскольку коэффициенты переменные Мы лямбда не пишем Просто решаем однородное уравнение Нет, нет А откуда у вас лямбда? Ведь коэффициенты зависят от Х Тогда сначала поделите Если вы хотите Да, да И тогда действительно можно будет Тогда у него станут коэффициенты постоянными И можно писать лямбды Минус 2у равняется С на Е в степени минус 3Х Да Да Ага, и на Е Вот Вот теперь действительно лямбда минус 2 Смотрите, мы вот решаем уравнение первого порядка Так как мы раньше не решали Да Мы все решали и с постоянными коэффициентами И с переменными методами вариаций постоянных Но уравнение первого порядка Ничем не отличается от уравнений других порядков Если у него коэффициенты постоянные То можно использовать категорические многочлены И всю эту общую теорию Да, поэтому решение однородного Это будет Игрек равняется С на Е в степени 2Х Да Игрек с ноликом как бы Ну я Час Ну часто мы здесь не подберем, конечно Затем мы возвращаемся к этому виду Где мы пишем вот этот вот Y штрих 2Y Равно какой-то многочлен Да, ну здесь видно, что многочленов не будет Поэтому придется методом вариаций постоянных все равно делать Окей, ладно Вот Просто мы, получается, не решали по-честному Не взяли переменные, да Мы сразу увидели, что если отнестись к этому уравнению Как к уравнению с постоянными коэффициентами Сразу находится лянда И сразу выписывается общее решение однородного уравнения Игрек равен С на Е в степени 2Х Да, получается В данном случае у нас константа только одна С на Е в степени 2Х И теперь, поскольку правая часть, к сожалению, содержит Х в знаменателе Мы не сможем методом Мы не учились Да, мы не учились, да, подбирать для таких правых частей частные решения Поэтому у нас есть только методом вариации Все мы... Не-не-не, а зачем вспоминать-то? Это же тут нет никаких систем Тут одна константа Просто считаем, что она зависит от Х И подставляем в исходное уравнение Да, ладно Все само собой получится Почему мы не учились? Для таких правых частей подбирать частные решения Не учились? Да, но будет еще слагаемая плюс С штрих на Е в степени Она же зависит от... А что вы все стираете? Там половина правильная Там же методом вариации написано Потому что С штрих это не просто константа Конечно, функция Да, да, да С от Х в 2Х Да, на Е в степени 2Х Все, так, и теперь получается С штрих Е в 2Х Плюс С на 2 Е в 2Х Минус Минус 2 С на Е в степени 2Х Да, да, да И равняется вот той страшной ступой Это может повторить по-разному Как мы подобрали решение, что у равна С в степени? Есть степени 2Х Ну, можно было просто решить выравнение, в котором здесь 0 Мы бы перенесли у направо, поделили на у Получилось бы логарифм у равно 2Х То есть плюс С То есть у равно С на Е в 2Х Или можно понять, что это у нас Уравнение линейное с постоянными коэффициентами Хоть и первого порядка И оно подчиняется той же теории, что и более высокого порядка уравнения Мы можем выписать характеристический многочлен Найти его корень А корню соответствует вот такое решение Разве это не уравнение? А, уравнение Ты нас и назови, это у1 Сейчас Это, нет, это у0 скорее тогда уже Ну, то есть вот Такому корню соответствует Е в степени корень Х Да? Вот Мы доможаем на произвольную конструкту Получаем общее решение Ага Что на степени от Е имеет правильный знак У нас там получается минус Это взял А1-3 на А0 А А1-3 на А0 имеет отрицательный знак Получается, это взял Имеет множественный знак Сейчас, сейчас А, вот этот минус мы забыли, да? Да А-а-а Извините за запусковость Не-не, лучше поздно, чем никогда А то мы сейчас тут мучились, мучились со сложным интегралом Да-да-да Поэтому все-таки здесь будут Все гораздо легче Тут будет плюс, а здесь будет Да, я изначально правильно написал, получается Да-да, интуитивно А я этот, я увидел, что я минус забыл, ну и все, короче Ну и я что-то не уследил, да И получается, Х-то у нас сверху, да? На самом деле, да Это совсем другое дело А, ну и у нас еще, у нас натуральный логин Нет А, Е в степени натурального, все Просто, просто Х, да Поэтому здесь будет, Е в степени минус 3Х А, Е в степени просто Х на Х Только минус Х, да, все-таки? Здесь будет, да, Е в степени минус Х Ага, умножить на Х, а это совсем другое дело Не, отчего, не, не, а зачем? Значит, это правильно, да? Вот здесь только надо исправить тоже Минус Х и Х наверх Ага И тогда можно не варьировать постоянно Ну, можно и варьировать, раз уж мы начали Тогда здесь, значит... Сейчас я подобрал на секунду Да Когда у нас получается, смотрите, Е в степени минус 2Х Она переносится вот сюда, как минус 2Х Да Е в степени минус 3Х Да Значит, их равно... Это константы, это не от Х, поэтому... Ага Может, на Е в степени минус 3Х на Х Да Вот, ну, вот здесь, может быть, было проще и подобрать частное решение Частное решение Это уже правая часть, для которой мы умеем это делать Ну, раз начали, давайте возьмем интеграл Да Ну, тут, как бы, ничего страшного, просто по частям придется прокрутить Так, ну, С1 С1, ага Е в минус 3Х на Х на Х на Х на Х на Х Так, ну, мы можем экспоненту сюда внести Да Так, это просто... Сейчас... Я вас полностью не помню Правильная форма Ну, у нас кто? У это Х Соответственно, ДУ это ДХ квадрат пополам Чего? Ну... Ну, это правильно Я пока не очень понимаю, к чему А, это просто ДХ Ну, если У это Х, то... ДУ это... ДХ, да, 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 ага Так, ДВ это вот это вот ДХ Ну, да А, в свою очередь, что это у нас? Это ДХ на Е на минус 3Х на минус 1Х По-моему Согласен, согласен И получается В... Короче говоря, это... Это... Умножить на... УВ УВ это у нас Х Умножается на... Вот на Е в степени минус 3Х Пойдет на 3Х Да Ну, вы так фундаментально Да, ну, в общем Фактически мы что сделали? Мы вот загнали Е в степени минус 3Х вот сюда Да И написали, что Х... Ну, вот ХДЕ равно ХЕ Да И минус вот этот интеграл Сейчас скажу Минус... Да-да-да Нет, почему... Здесь у нас же в формуле... Минус В формуле вот минус Да Дело в том, что у нас здесь константа с минусом Тогда она и здесь тоже с минусом Согласен, да? И тогда здесь плюс Вот Да Да Ц1-то все заберет себе, да Ц1 умножить на... Ну, это остается Вот здесь Это Снова Е в степени минус 3Х Но еще Делить на... Ну, на 9, короче Да, Е с минусом Да Поэтому Проглотит Поэтому можно писать с плюсом Е в степени минус И плюс Е в степени минус 3Х На 9 Ну, хорошо Ну, в принципе Можно и девятку в С1 Ну, все-таки Правильно И еще важно Все-таки вот здесь еще написать плюс С2 Потому что константа нужна Да-да-да Вот Да Ну, и вот теперь получается Да, вот эту штуковину Надо просто умножить Поставить вот в игре Да Да Ну, это получается Что у нас Всем понятно, да Что происходит Так На... Вроде нет Вот С2 написали И это умножать на... Так, ну Можно уже, в принципе, умножать Сейчас Сейчас Е в степени 2Х У нас здесь будет Е в степени Х Просто Да, минус Тут Е в степени Х соответственно Ну, только минус Х, да? Да, Е в степени минус Х Ага Получается С1 на Х Е в степени минус Х Третью Пока не будем засовывать Да, ага Плюс Е в степени минус Х Дегятых Плюс С2 На Е в степени 2Х А, на Е в степени 2Х, да Ага Поэтому С2 нам важна Да Вот Ну, правда, не так уж сильно Получается, вот Игрек при любых С1 и С2 Будет еще одним решением Нашего Исходного уравнения Да Вот Ну, нам такое сложно Еще одно решение не нужно Нам нужно что-нибудь В пару к Е в степени 2Х В ФСР Вот А поскольку Е в степени 2Х уже есть Можно как раз С2 взять равным нулю Окей Мы ничего не потеряем Ну и здесь С1 выбрать там, скажем, девяткой Чтобы Знаменателе, да И тогда получится какой-то конкретный Игрек 2, который нам вполне подойдет Ну там, получается, Е в степени минус Х Можно будет вынести, да С2 на 0 просто потому что нам это не нужно Да, да Оно нам не мешает, конечно Но оно нам не нужно В принципе, кто-то уже, по-моему, говорил Что вот если взять С1 Условно говоря, вот С1 умножить на это Оставить здесь С2 умножить на это Мы считаем, что С1 на С2 Это С2 Да То получится общее решение Исходной задачи тоже Вот Ну мы так более академично действуем Мы прямо в явном виде выписываем Какой-то, ну вот такой Значит Игрек 2 Прям в чистом виде Вот Какое-то красивое А дальше пишем ответ Ответ от линейной комбинации Вот этой получившейся Игрек 2 И Игрек 1 Который мы угадали Да Ага Да Совершенно верно Вот Тут единственное, что мне чуть-чуть Непонятно Почему у нас здесь вот Плюс А здесь минус Сейчас давайте сообразим Значит А, нет У нас здесь не плюс У нас здесь минус Тогда мы поделили Да, да, да Так что все нормально Да, да, да Все правильно То есть Вот Если бы мы подбирали частное решение У нас бы мы подбирали его как АХ плюс Б На Е в степени минус Х Вот получилось бы А равно тройке Б равно единице Все, замечательно Все Сами поняли тоже, да Вот так Ну да ДЗ надо все-таки поделать Да Ну я понимаю Как, кстати, у вас Ничего? Кому как? Ничего хорошего Понятно А у вас вопрос какой-то? Ага Сначала решить уравнение Когда здесь ноль Да Получилось бы ровно то же самое Вот И так далее Ну потом мы делали как раз Именно в таком духе То есть мы потом Именно варьировали постоянно Мы бы сошлись в одной точке Ну да Во время Выписывание ответов Так, ну значит Вроде тогда вот эти Да Уравнение Эйлера и формулы Страгнацкого Левиля Более-менее нормально Да? Потому что Они попадут в контрольную А то, что мы будем делать Сегодня В контрольную не попадет Но оно Значит Важно полезно И Ну частично там Какие-то Затрагивать задачи Которые могут В колокольную выскочить Так Значит У нас Сегодня вот Получается Ну как-то мы там Скажем Элементы Общая теория Линейность Дифференциальных уравнений Вопрос, спросите Ага Это получается уже тема Не для контрольной Да Или это уже контрольная Это тема не для контрольной Это уже на четвертый семестр Нет Это вообще никуда Это скорее для колокольма Ну если Ну естественно Это никак там не закрывает Все, что может быть На колокольме Но Что-то такое может быть Вот И это просто Ну занятие Вот как бы Такой Итоговое Для темы Связанной с линейными Дифференциальными уравнениями Вот Значит Давайте Значит Ну наверное Не все были на лекции Поэтому давайте Ну как раз Посидим У нас сейчас Здесь больше чай на лекции Вообще Ну нет Это не совсем так Это не правда Да Это не правда Спасибо ФИИТу Они у кого Ну ФИИТу Да Вот единственная группа Которая действительно приходится Да Вот Ну как бы надо Приходится Ну не приходится Но как бы есть какой-то смысл А всем остальным Конечно тяжелое Я представляю Ну да Это странное Конечно Расписание Вообще Расписание Очень Ну какое-то вот Да Видимо За время Вот таких Дистанционных занятий Разучились Составить Расписание Ну в общем Надо ставить Вопросы И потихонечку Научиться Это не программу Нет Нет Это камера Я Это там седьмой пар А одна пар Седьмой Почему нет Ну да Нет Ну в общем Это непростое дело Конечно Делать расписание Но обычно Оно же Как бы вот Несколько лет Плохо-плохо И все лучше-лучше Да Потому что все жалуются Там как-то Вот все это И потом выходит Ну на какой-то Приличный уровень А если вот большой перерыв То это все опять Как-то разваливается Люди меняются Там Вот И мы сейчас Именно вот Опять как бы В начале пути На точке минимума Да Мы вот Да Это какой-то Функция Потом у него Разрыв И мы сейчас Минус бесконечности И ее Пытаемся Выбраться обратно Хотя бы на ноль Потому что это конечно Чудные всякие вещи Вот Когда одна пара День Да еще лекция Вот Так Итак значит Итак Давайте значит Вспомним Что такое Вспомним Понятие Линейной Зависимости Функции Если Линейная Комбинация Совершенно верно Значит Если существует Нетривиальная Линейная комбинация Эти функции Которая Тождественно равна Нулю На Отрецке Абай Вот Все как обычно Да Ну Значит Функции Линейно Независимы Если они Не являются Линейно Зависимыми Да Но есть Все таки Более Конструктивное Не то чтобы Определение Да Описание Ситуации Когда функции Линейно Независимыми Являются А именно Такое Значит Если Из Тождества Следует Что Все константы В этом Тождестве Значит Равны Нулю То функции Линейно Независимы Ну Понятно На отрезке Аб Определение Линейной Независимости Нет Скорее всего Там не будет Там будет Определение Линейной Независимости И задачи Где надо Доказать Что есть Линейная Независимость То есть Знать это надо Может Вот это Да Конечно Конечно Вот Но Не самый Конечно Центровой Вопрос Для Дифференциальных Уравнений Но Может Это же Все таки Из нашего Курса Определения Там есть Поинтереснее Всякие вещи Постановки Задач Каши Это Тоже Определения Фактически Которые Ну такие Нормальные При которых Можно доказать Теорему Существования Теоремы Единственности Так Чего там Нам Еще Определитель Бруонского Да Определитель Бруонского Дубль Совершенно Верно Это вот Штука Сегодня Считали Да 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 Ну Да А вдруг Кто-то Прослушал Значит Это Определитель Вот такой Матрицы На первой Строчке Матрицы Стоят Сами Функции Во второй Строчке Их Производные И в Н строчке Их Н минус Первая Производная Их Н минус Первая Производная Значит Ну и вот эти Значит Да Свойства Описывающие Связь Определителя Бруонского И Линейной Зависимости Линейной Независимости Да Получается Если Функция Линейно Зависимая На А Б То Их Определителя Вронского Тождественно Равен Нулю Вот Ну от них Да Определителя Вронского Тождественно Равен Нулю Если Определителя Вронского В Какой-нибудь Точке Не Равен Нулю То Функция Линейно Независимая На Любом Отрезке АВ Таком Что Т0 Этому Отрезку Принадлежит Вот Если У нас Хотя бы В одной Точке Отрезка Определителя Вронского Отлична От нуля То функции Линейно Независимы Ну это Вот понятно Это следует Из предыдущей строчки Потому что Если бы Они были Линейно Зависимы На отрезке То он равнялся В нулю Везде В том числе И в Т0 А раз Хотя в одной точке Уже не 0 Значит точно Не могут быть Линейно Зависимы Вот Ну и вот Альтернатива Да Нам просто Сегодня особо Не понадобится Ну так Чтобы просто Завершить разговор Значит Если Функция Является Решениями Однородного Линейного Уравнения Вот Ну я не буду писать У нас это всегда У которого Коэффициенты Непрерывны На отрезке АБ И у которого А0 не равен Нулю Ну давайте Хотя бы напишем Ну ладно Сейчас все напишем Нет На колодку Нельзя Это же у нас Не теоретическая часть Да Это Мы сейчас задачи Будем решать Нам пока важно Хотя бы Ну вот Я написал Что 0 Не равен Нулю И Акаты Все Непрерывны То Либо Определитель Бронского Тождественно Равен Нулю На этом Отрезке И функции Линейно Зависимы Либо Определитель Бронского Определитель Бронского Не равен Нулю Ни в одной Точке Отрезка И функции Линейно Независимы Вот Ну и более-менее Все Да Нет Нет Все Все У нас Если мы действуем Только в действительном Пространстве То у нас Вот Если Линейно Обородное Уравнение У него Ну там Н Два Порядка Условно У него Всегда Типа Н плюс Одна Функция И взяться Решением Ну Не всегда Ну Я бы сказал Никогда Но Случай Если Действительно Нет Н А так всегда Так вы правы Вот То есть Всегда Есть И много Наборов По Н Линейно Независимых Решений Вот Причем Если коэффициент Действительный То Всегда Есть Очень много Наборов По Н Линейно Независимых Действительно Значных Функций Вот Причем Из этих Ну В общем Значит Там Что очень важно Очень важно Что Мы правда Не стали Сейчас писать Нам Очень важно Понимать Что Множество Решений Линейного Однородного Уравнения Это просто Линейное Пространство Обычное Линейное Пространство Которое Вы сейчас Хорошо Знаете Со всеми Его свойствами Причем Пространство Размерности Именно Н Равного Порядку Уравнений То есть Любые Н Линейно Независимых Решений Это Уравнений То есть Любые Н Линейно Независимых Элементов Этого Пространства Образуют Базис Более того Если этот Базис Действительно Значный Это Не значит Что Мы Теряем Комплексно Значное Решение Потому Что Если Мы Действительно Значные Функции Умножим На Комплексные Константы Мы Поймаем Любое Комплексное Решение Ага Вопрос Сейчас Значит Либо Если Есть Функции Которые Являются Решением Линейного Однородного Уравнения Ну Там Хорошего Снепринка То Для Этих Функций Получается Что Возможно Только Два Варианта Точнее Справедливо Следующая Альтернатива Либо От них Апотелевронского Тождественно Равен Нулю И Эти Функции Линейно Зависимы На Отрезке Где Они Являются Решениями Либо Наоборот Апотелевронского Нигде Не равен Нулю Ни В одной Точке Отрезка Эти Функции Являются Линейно Независимыми Вот То есть Как бы Только две Возможности Либо Все плохо И тут Ноль Линейная Зависимость Либо Все идеально И тут Нигде Не нуль Вообще И Есть Линейная Независимость Вот А у вас Вопрос Был Ага Я Ага И все Уже Значит Мы начнем На самом деле Все-таки Задач Таких Более Утилитарных Задач Связанных С построением Дифференциальных Уравнений По набору Их решений Этих задач Есть два Типа Либо Нам требуется Мы хотим Построить Линейное Дифференциальное Однородное Уравнение С постоянными Коэффициентами Либо мы Хотим построить Любое Линейное Дифференциальное Уравнение Какое Получится Ну Это подразумевает Что вообще С переменными Коэффициентами И там Значит Есть две Разных Технологии Ну вот Ну и Условия задач Немножко разные Там сразу видно Что к чему Относится Вот давайте Сделаем Задачу 617 Ага А так Сейчас Тут наверное Уже можно Отдохать Отправляться Да Да Уже Собственно Мы уже отдохнули Мы уже 20 минут Должны были уйти Можно и дальше Продолжать Ну давайте Отдохнем Если Смотрел Замет Наши Странсляции То есть Она все равно работает Даже если это вот там это самое. А там можно заставку поставить, заставка отключить. Потому что там звук не работает. То есть звук отключить нельзя. Поэтому это... А там при каких обстоятельствах? В общем, когда перерыв тоже был, да, наверное? Там и перерыв, и вы выходили. Ага, и все было отлично слышно. И когда вы щелкнули, стояли, смотрел... Понятно. Понятно. Не, вы думали, что можно... Понятно. Ну, что же делать? А почему физики говорят комплексный число? Они англофилы. Нет, на самом деле... Значит, если на английский манер, то комплексный, естественно, да, комплекс. А если на французский, то комплексный. У нас традиционно, как бы все-таки от французов пришла к нам математика в Россию. И мы привыкли говорить комплекс. Комплексный. У нас сегодня лекция по физике была, и нас просто шокировало, потому что там комплексный... Комплексно-сопряжённый... Комплексно-сопряжённый, да-да-да-да. Нет, ну это же как привыкли, да, это в общем... Привыкли, что комплексный – это обед. Комплексный обед столовой может показаться чисто мнимым. Да-да-да, это известно. Нет, это именно на... Это самое... На какой манер, на английский или на французский? Это, конечно, комплексный... Это, конечно, комплексный... Нет, ну я, конечно, не одни пятерки получал, так что всякое бывало. Это другое. Нет, там он решил семь новых задач. Павел сейчас споткнулся на седьмой новых задачах, но он сказал, дальше только три. Ну, конечно, самые простые задачи человек не решает. И одну самую простую, и вторую самую, и третью самую простую. А подочинку можно дефортировать? А принимать? Нет, он просто может дойти в гости. Да. Ну, мы не будем рады гостям. Да что вы, почему же так? Да нет, ну что же. Вы демонизирует, мне кажется. Конечно. Ну, реально, про коллегу можно сказать, по-моему. Алексей Андреевич, я точно не могу ничего плохого сказать, наоборот, только хорошее. Нет, просто, мне кажется, студенты скорее как какие-то, как перед удавом, теряют способность соображать. А напрасно, зачем терять? Зачем терять, когда можно не терять? Да. Ну, подумаешь страшно, мало ли. Зачем находить, когда можно не скрыть? Зачем находить, когда можно не терять? Сейчас точно не надо. Ты этого добивался? Серьезно? Я сейчас в первый раз добивался. Ты чего не добивался? Добивался того, что ты сейчас не поедешь в этом самолете. Как дела? А вот уже это не важно. Да демон не надо. Это аэродинамика. Это вот как раз дефуры. Что ты взял? Да с кем ходить? Да. Можно их записать? Да, да. Да, хорошо. А сейчас какого типа задачи решать будем, получается? Ну вот, немножко порешаем на построение уравнений. Какой-нибудь там, да, пример вот с определителем Романского. По решениям, по решениям, да, да, да. А если у нас в таком саморазвенном, получается, на коллоквиуме были задачи, которые мы ведем в первое воздействие? Нет, нет, все задачи на коллоквиуме являются под множеством замечаний и примеров, приведенных на лекциях. Ну, то есть, все, кто располагает лекциями, их читал, все не то что готовы, да, они просто могут наизусть любой ответ сказать. То есть, весь конспект можно выучить, и это только оно? Ну да, ну, единственное, ну, конечно, там, может быть, ну, вместо там функции, там, один и синус, будет функция один и косинус. Да, в этом смысле может быть какая-то разница, вот, потому что все-таки, ну, вопросов больше, чем этих... А еще какая-то задача, которая тупо там, например, на одном, не знаю, уравнение вернули, и теперь решить его на полу? Нет, нет, нет. Это все на зачет. То есть, это чисто теория? Или задачи, ну, наподобие которых сейчас мы будем решать. Так, ну что, наверное, можно продолжать, да, даже нужно. Так, итак, давайте вот рассмотрим задачу 617. Так, 617. Значит, ну, я не буду писать. Требуется построить линейное однородное дифференциальное уравнение с постоянными вещественными коэффициентами, решением которого являются эти две функции. Да, и уравнение минимального порядка, возможно. Третьего? То есть, коэффициенту при х под каждой из них соответствует корень характеристического многочлена. Да, поэтому у нас получается, что есть корень, равный минус 1, кратности 1. Да? И корень единица, кратности уже не 1, а 2, да. Потому что раз х есть в степени х, значит, как минимум нужна кратность 2. То есть, может быть, даже неполный набор функций 2. Да, да, да. Но неполный, но как бы однозначно описывающий полный. А как звучит условие? Условие так звучит. Построить линейное однородное дифференциальное уравнение минимального порядка. Нет. Линейное однородное дифференциальное уравнение с постоянными вещественными коэффициентами минимального порядка, решением которого являются вот эти функции. Но они это неполные. Это не все решения, да. Есть еще одно, есть е в степени х, да, решение. Раз есть х, есть в степени х, значит, есть просто е в степени х. Тем не менее, мы понимаем, что чтобы вот эти две функции были решениями, корнями характеристического многочлена, должно быть минус 1 и 1. И у единицы кратность должна быть минимум 2, потому что, чтобы возник х на е в степени х, кратность должна быть 2. Если у нас минимальность, то ровно 2, да. Поэтому, как минимум, у нас, да, характеристический многочлен содержит вот две таких скобки, одна из которых в квадрате. Но поскольку нам надо минимальный порядок уравнения и минимальную степень многочлена, то другие скобки нам не нужны. Ага. Практически, то есть, без изменения, обратные задачи нужны? Вот такого формата. Конечно, нужны. Ну, да. Правильный ответ. Конечно, нужны. Все нужны задачи. Но это все-таки скорее именно задачи, показывающие, что вы хорошо знаете, как решается прямая. Да, то есть, хорошо знаете теорему построения ФСР. А так, чтобы прямая решить дифурда, а обратная построить дифурда. Значит, если мы раскроем скобки, то получится что? Лямбда в кубе минус лямбда в квадрате. Минус лямбда в квадрате. Да, вот, точно. Ну, и, стало быть, искомое уравнение имеет вид y3' минус y' 2' минус y' плюс y равно 0. Вот. Сменяем. Значит, и второго типа задачи. Например, 674. А то, что получается, на контроле так же мы создали? А? Я думаю, они так и составляются. Что, что, что? На контроле так же, да, это стоит? Да, да, вот это да. Вот. Вот задача 674. Значит, теперь надо построить просто линейное однородное дифференциальное уравнение минимального порядка, решением которого являются эти две функции. значит, отметим, да, что это, ну, с точки зрения уравнений с постоянными коэффициентами, это тоже хорошая функция. Мы можем построить уравнение с постоянными коэффициентами, решением которого, даже действительными, являются вот эти две функции. Да? Это будет уравнение какого порядка, как минимум? Есть ли с постоянными коэффициентами? Второго. Нет, с постоянными коэффициентами. Третьего. Третьего. Ну, потому что, смотрите, раз есть... Е в нулевой, да? Е в нулевой, Е в степени И, а значит, Е в степени минус И. То есть, если косинус, то и синус. Да, ага. А мы можем получить синус, взяв корень из единицы минус косинус квадрата? А или он неопределённый? Корень из единицы минус косинус квадрата? Минус косинус квадрата. Точно. Это не... Это чтобы что? Чтобы получилось... Синус нет. Чтобы получилось второго порядка? Да. Тогда будут, ну, как бы... Мы не подберём уровень с постоянным коэффициентом, у которого решение является корень из единицы минус косинус квадрата. То есть, это не линейная комбинация этих двух функций. Итак, получается, что если бы мы хотели с постоянными вещественными коэффициентами, как в предыдущей задаче, то пришлось бы строить уравнение третьего порядка, да? Лямбда просто умножалась бы на... Плюс один. Совершенно верно. Вот. Если нам... От нас не требуют построить уравнение с постоянными коэффициентами, вот, то мы можем построить уравнение более низкого порядка. У нас две функции. Ну, достаточно очевидно, что они линейно-независимы, хотя это надо всё-таки обсудить ещё будет. Значит, мы вполне можем построить уравнение второго порядка, если мы не завязываемся на постоянные коэффициенты. Значит, как это делать? Сначала мы давайте посмотрим, что у нас тут с линейной независимостью. Значит, если мы посчитаем... Посчитаем... Ну, точнее, тут даже делаем... Ну, давайте сейчас по порядку. Посчитаем правительства Левронского от этих функций... То получится вот такой. Минус синус х. Да? Вот. Значит, он равен нулю, если х равен пен. Ну, это на самом деле означает, что на любом отрезке эти наши функции будут линейно-независимы на любом отрезке. Раз нули определителей Левронского — это просто вот такие дискретные точки, то какой бы отрезок мы ни взяли, на нём будет... Сколько бы на него ни попало этих нулей, на нём будут и точки, в которых определитель Левронского в ноль не обращается. А одной такой точки, в которой определитель Левронского в ноль не обращается, достаточно для того, чтобы функции оказались линейно-независимыми. Вот. Но для построения дифференциального уравнения, даже от двух линейно-независимых функций, всё-таки мало просто линейной независимости. Надо, чтобы на том отрезке, на котором мы строим это уравнение, действовала наша теория. А чтобы действовала наша теория, у нас коэффициенты уравнения должны быть непрерывные, и коэффициент при старшей производной не должен обращаться в ноль. Вот. Поэтому на самом деле ни в одной точке отрезка, на которой мы строим уравнение. Поэтому на самом деле, всё-таки мы для таких двух функций можем построить дифференциальное уравнение только на отрезке, не содержащем нули Вранскиана. Вот. Получается, что... Это только в этой задачи? Да, везде. Да, да. То есть, ну, как бы построить дифференциальный мы можем. Вот. Но там гарантировать, что это будет минимальный порядок. То есть, как только мы уходим от непрерывных коэффициентов и отличия от нуля коэффициента при старшей производной, мы теряем вот, ну, как бы почву под ногами. У нас уравнение, мы приводили этот пример, да, уравнение второго порядка может быть три линейных независимых решения. И если у нас, как бы, линейное уравнение, там, ну, первого порядка, да, линейное уравнение первого порядка с разрывным коэффициентом, с разрывным коэффициентом или обращающимся в ноль коэффициентом, у него может быть два решения, да, линейно-независимых. То есть, если мы говорим вот о том, что мы что-то гарантируем в плане того, что порядок уравнений минимальный и всё такое, нам мало линейной независимости, нам нужно выполнение всех условий наших теорем, а эти условия подразумевают непрерывность коэффициентов и отличие от нуля коэффициентов при старшей производной. Поэтому нам придётся всё-таки строить уравнение. Давайте всё-таки вставим слово в кавычках «уверенно». То есть, с гарантией того, что там у него порядок минимальный, что нет каких-то ещё неточностей по отношению к поставленной задаче, построить только на отрезке таком, что ему не принадлежат нули нашего Воронскиана. И делается это достаточно просто. Мы рассматриваем вот такое уравнение. Выписываем определитель следующей матрицы. У неё в первом столбце стоит функция y1, её первая производная и вторая производная. Во втором столбце функция cosx, её первая производная и вторая производная. Да, что-то тут не то. Да, вот так вот. А в третьем столбце стоит неизвестная искомая функция. Значит, этот определитель, если его раскрыть по третьему столбцу, представляет собой линейное выражение относительно функции y и его производной. С какими-то коэффициентами. Если мы это дело приравняем к нулю, то у нас получится уравнение. Оно будет линейным, дифференциальным, второго порядка. И коэффициентом при старшей производной у этого уравнения будет как раз определитель Левронского, который на нашем отрезке не обращается в ноль ни в одной точке. В итоге получается уравнение какое? Значит, минус синус x y' плюс косинус x y' и всё. Это я раскладываю. Если у нас определитель Левронского будет равен нулю, то они будут линейно зависимы? Не совсем так. А то мы ничего не сможем гарантировать. Ну, из-за вашей старшины, в самом деле, может быть, ага. Да, да. Вот. Если определитель Левронского равен нулю, да, то во всех точках вы имеете, или в одной точке. Там тоже всё... Вот у нас сказано, что если они линейно зависимы, то определитель равен. Да. Если он неравен, то они линейно не зависимы. Да. Если он... Про то, что если он равен, значит, линейно зависимы. Неверно. Вообще говоря, неверно. Да, вообще говоря, неверно. Значит, равно нулю. Вот. Значит, ну, можно даже переписать, да, в более таком... Красивом виде. Значит, вот в этом уравнении у нас коэффициент при старшей производной вообще единица не обращается в ноль, естественно. Коэффициент при... Ну, остальные коэффициенты, скажем так, непрерывные на нашем отрезке, потому что синус ноль не обращается у катангенса. Для этого уравнения действует, так сказать, вся наша теория. Поэтому и решением этого уравнения, очевидно, являются и единица, и косинус х. Почему? Потому что если мы подставим сюда вместо у единицу, то мы получим точно такой же столбец, как первый. Определитель будет равен нулю по свойству определителя. И с косинусом то же самое, да, будет повторяться столбец, и значит, определитель будет равен нулю. Поэтому у всех определителей такого вида решениями будут являться функции, стоящие, значит, в первой строчке во всех столбцах. А? При единице что будет? Ну, как бы один, ноль, ноль. Будут два одинаковых столбца. И при косинусе будет тут такой же столбец, как вот этот. Правильно? А зачем, в принципе, ищем функцию, в которой резонтанно популярен? Функцию или точку? Ну, что, то, что мы ищем функцию. Нет, сейчас мы ищем уравнение, у которого вот эти две функции являются решениями. Значит, возня с определителем Вронского связана с тем, что мы хотим, чтобы действовала наша теория. Вот, ну, в частности, вот для чего мне сейчас это нужно? Мне нужно обосновать, что нельзя построить... Нет, это я уже обосновал, да? Да, значит, смотрите, получается, что... Итак, что я получил? Я получил, что у меня две функции линейно-независимы, это точно. Вот, дальше я говорю, что если я работаю на отрезке, где их определительно Вронского не равен нулю, то у меня получается вот в таком духе уравнение, коэффициенты которого удовлетворяют всем условиям всех наших теорем, связанных с теорией линейных дифференциальных уравнений. А это значит, что я могу гарантировать, что две линейно-независимых функции будут являться решением такого уравнения, только если оно имеет второй порядок. Уравнение первого порядка при нормальных коэффициентах, да, не может быть больше одного линейно-независимых, не может быть двух линейно-независимых решений. Вот, поэтому минимальный порядок для двух линейно-независимых функций — это два. Я его добился. Вот. Есть вопросы? Да. Нам в самом начале, ну, вот то, что им приходится в линейно-независимых, ну, космусить, вот, но в чем тогда отличие от 617-го номера, если мы можем вот вообще точно так же решить, типа найти лямбады и построить уравнение? Уравнение получается более низкого порядка. То есть, получается, а там мы это не могли сделать? Могли. А у нас бы не получилось все еще ниже? У нас, почему? У нас получилось бы уравнение второго порядка тоже. Можем построить. Ну, точно так же вот написать? Да. Только с этими штуками, да? Хорошо. Вот. Я жмусь провода. Только надо W посмотреть, чему равен. Ну, там с ними все-все порядка. Ага. Почему мы написали вот третий слабоц? Если он... Какую бы мы из первых двух не подставили, все равно было бы так. Нет, ну, как бы... Да, во-первых, мы так хотим. Во-вторых, ясно, что сюда можно еще много всего подставить, и тоже будет ноль. Любую линейную комбинацию этих двух функций сюда можно подставить, тоже будет ноль. Нет, ну, то есть это как раз уравнение то, которое нужно, да? Вот у линейного уравнения второго порядка, если у него решениями являются вот эти две функции, эти две функции являются базисом, да, во множестве решений этого уравнения. Я думаю, какая стать самым главным, если у нас... Вдруг, ну... Это же всегда будет ноль. Нет, нет, вы имеете в виду, как бы, зачем я столько много вожусь вот с Вронским, что ли? Чем определить? Вот этот? Таким образом. Чтобы выписать уравнение. Ну, это один из способов построения уравнения. Вот, то есть вы его можете построить и по-другому как-нибудь. Взять и вообще догадаться. Да что, ну, такое, если функции такие. А этот способ формально, это же самое получить, только все. А могут просить, вот этот получился с переменными коэффициентами? Да. А могут в условии сказать минимальный порядок с постоянным? Могут. А мы не делаем это все? Тогда мы делаем, да, вот так. Сразу так. Да, и в данном случае было бы что? Тогда было бы один косинус, а еще синус был бы, да. Да, 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 да. И все. Еще вопрос по поводу теории. Вот у нас, кстати, последняя теорема Больденги, она не является достаточной. Что если вы это определите? Из нее как раз следует, что и в обратную сторону верно. То есть для решений, она даже больше дает, ее утверждение еще сильнее. А так, конечно, из нее следует, что для решений линейных однородных уравнений теорема обратная вот к этой верна. То есть если это решение, и у них определитель Бронского отождественного равен нулю, то они, конечно, линейно зависимы. Ну, даже, она больше говорит, да, она говорит, что вообще не может быть ситуации, когда он где-то равен нулю, а где-то не равен нулю. Вот. Там всегда вот либо отождественное равен нулю, либо вообще нигде не равен. И вот именно поэтому мы и не рассматриваем произвольный отрезок АБ, хотя на произвольном отрезке АБ эти две функции линейно независимы, все в порядке. Вот. Но если, значит, где-то попадается на отрезок хотя бы один такой ноль, вот, то вся наша вот эта вот теория становится неверной. То есть у нас как ни крутить, у нас будут выскакивать либо коэффициенты, которые разрывны, либо коэффициенты, которые обращаются в ноль. Если вот мы, допустим, на этот вот этот ноль, на наш отрезок. А тогда вот, ну, как бы даже нельзя утверждать, что, ну, не знаю, что у этого уравнения есть какие-то еще линейно независимые решения, кроме этого. Могут быть еще. Вот. И, ну, правда, это тут не важно, конечно. Вот. Ну, если мы хотим оставаться в рамках теории линейных, вот нашей, да, такой классической, то мы должны работать только на отрезках, где W не равен нулю совсем, ни в одной точке. Вот. То есть было бы странно, если бы у нас было уравнение, у которого есть два решения, для которых обретель Левронского то равен нулю, то не равен нулю. Вот. Потому что это бы начало противоречить вот с этой теорией. Вот. И опять-таки, и это ничего такого плохого нет, потому что жизнь гораздо богаче, чем эта теорема. Вот. Но просто мы бы вот запутались там со всякими обоснованиями того, что, а вдруг есть более низкое уравнение, порядка уравнения, у которого такие два решения есть. Вот. И это уравнение тоже линейно относительно там Y и Y штрих. Вот. А вдруг то, а вдруг все. Вот. А мы говорим, нет, давайте мы будем работать в рамках нашей теории, а тогда все. Вот. Если что, то получается, мы нашли вот это уравнение, это как бы наш ответ, но что это в случае с точкой PN? Вот наш ответ такой. На любом отрезке, который не содержит PN, получается вот так. А если я хочу с PN? Ну, вы можете выписать все равно вот это, да? Ну, а дальше начать рассказывать вот человеку, что, ну, при этом, вы знаете, вот у меня тут получился, к сожалению, разрывный коэффициент. Вот. Я даже не очень понимаю, в каком смысле у меня равенство должно пониматься, да? Потому что у меня, получается, слева разрывная функция, а справа непрерывная. В каком смысле я понимаю, как у меня может быть функция вот такая, да? Как она может равняться нулю? Вот. Потому что здесь именно есть особенность у катангенса, да, на отрезке. И вот вы начинаете вот какие-то, вы дальше говорите, ну, понимаете, ну, ладно, вне этой точки все хорошо там. В общем, начинаются всякие вот эти вот разговоры, которые, когда надо, их приходится разговаривать, естественно, все, так сказать, когда вас... Вот. А когда сейчас мы просто, ну, так, осваиваем именно классическую теорию, зачем они нам нужны? Вот. Мы говорим, нет, все сразу, давайте мы будем вот рассматривать, чтобы все было хорошо. И будем на этом работать. Сразу без нюансов. Ну, да, да. Потому что сейчас нам бы как бы основное освоить, вот. А когда там уже жизнь поставит сложную задачу с нюансами, ну, будем с ними разбираться в каждой задаче. Вот. Так. Ну, я бы все-таки хотел бы вот еще одну задачу сам решить. А у нас это все задачи машина на каждой неделе? Нет. Это мы на всякий случай давайте продублируем. Хотя, с другой стороны. Давайте сейчас для экономии временем. Мы вот как поступим. Давайте посмотрим на задачу 6.6.5, у кого она есть перед глазами. Ну, а я озвучиваю, значит, ее содержание. Там такой вопрос. Есть набор функций, для которых определитель Левронского равен нулю везде, при всех х. Можно ли утверждать, что эти функции обязательно являются линейно-зависимыми? Нет. Нет, потому что это вопрос. Да. Да, да, да. Вот. Ну, обычно пример надо привести, да? Вот. И второй вопрос там, а могут ли быть наоборот? Можно ли сказать, что они точно линейно-независимы? То есть, если определитель Левронского равен нулю, то можно привести пример, когда функции являются линейно-независимыми, и можно привести пример, когда функции являются линейно-зависимыми. Может быть, и то, и другое. С линейной зависимостью очень просто. Ясно, что если мы возьмем просто две линейно-зависимые функции, то определитель Левронского от них будет равен нулю, и они будут линейно-зависимы. Так что тут вот там х и 5х. Пожалуйста, эти функции линейно-зависимы, и определитель Левронского от них тоже есть на равен нулю. Второй пример не такой простой, да? Почему? Ну, нас спрашивают, можно ли утверждать? Нельзя, потому что есть пример. И наоборот, тоже нельзя, потому что тоже есть пример. И как можно ли? Ну, вот, значит, вопрос звучит так. Можно ли утверждать, что из W отождественных рав 나오 Number 0 следует, что функции линейно-независимы? Нет, а при линейно-зависимы? Можно ли утверждать, что из W отождественных равну нулю следует, что функции линейно-зависимы? Но это же мы не всегда только одним примером. Да, да. То есть два примера, два примера, опровергающие ответа нет-нет. Да, нельзя сказать ни того, ни другого. Итак, мы можем привести пример определителя Вронского, который тождественно равен нулю, и функции, которые в него подставлены, линейно зависимы. Это функции, например, х и 5х. Пример функций, у которых определитель Вронского тоже тождественно равен нулю, но они линейно независимы, тоже можно привести... Этот пример приведен на лекциях. А, вы бы при всех х вообще все х? Да, да. Вот я могу его озвучить. Это функция, значит, ну там даже можно не с лекции взять пример, чуть попроще. Функция т квадрат и т модуль т. Вот, ну да, это тоже было на лекции, что-то я потом подправил, т куб и т квадрат модуль т. Вот, ну, то есть, определитель Вронского от этих двух функций тождественно равен нулю, всегда, при всех х, просто при всех х. Вот, но на любом отрезке, ну, в частности, на r, на r, да, ну, на любом отрезке, где есть отрицательные положительные числа, ну, у нас был минус 1, 2, или как они здесь задачи предлагают на всем r, вот, они, конечно, линейно независимы. И это легко доказать. Вот, это все было сделано в примере, поэтому, я думаю, сейчас не стоит это делать. А мы лучше на других задачах потренируемся обосновывать линейную зависимость или линейную независимость функций. Это тоже может пригодиться в некоторых билетах в колокольные. Тут уже, наверное, мне нужны будут добровольцы. А, ну да, мы уже, да-да-да-да-да. Не-не-не, а мы уже тут... Во-первых, ближе человек сидит, его сразу видно. Так что садитесь вот сюда. Следующий счет. Вот. Итак, значит, это задача... Задача 643. Задача 643. Хватит столько места? Хватит. Хотя, ну, там... Сейчас посмотрим. Да. Итак, надо исследовать на линейную зависимость вот такие функции. Синус х и косинус х. У1 равно синус х, да. У2 равно косинус х. Косинус х. Значит, давайте сначала считать, что мы исследуем тоже их на R, на всем R, на линейную зависимость. Да. Предлагаю действовать вот в духе пункта 2, да, то есть предположить, ну, вернее, составить тождество, тождество, да, вот, С1 синус плюс С2 косинус тождество равно нулю, и попытаться доказать, что отсюда следует, что С1 и С2 нулевые. Сейчас, я прослушал вопрос. Надо исследовать... А, да. Просто исследовать. Просто исследовать, да. Поэтому сначала надо обзавестись гипотезой. Что мы будем с вами доказывать? Как вам кажется, эти функции линейно зависимы или линейно независимы? Линейно независимы. Ну, мне тоже кажется, что, скорее всего, они линейно независимы. Тогда, значит, мы двигаемся в определенном направлении, и, да, у нас вот есть стандартная общая техника доказательства линейной независимости. Значит, напоминаю, что мы пока работаем на всем R. Да. Да. Равно нулю. Вот надо... Тождество равно нулю. Это важно. Это важно? Конечно. То есть мы теперь можем подставлять сюда любые конкретные Х. Раз тождество равно нулю, значит, при любых нам, которые нравятся. Давайте выберем такие, чтобы получилось два равенства, из которых следует, что и С1, и С2 равны нулю. Просто играть П пополам и... И ноль, да. Раз для всех Х, значит, например, для Х равно Пи пополам. Что отсюда следует? Ну, а стоемки как... Да, да, да. Синус нуля плюс С2 косинус нуля равно нулю, да? Отсюда следует, что косинус равен нулю. Ой, ну, смотри, что С2 равно нулю. Да? Вот. Следует на С2 равно нулю. А теперь надо взять какой-нибудь Х такой, чтобы убить, наоборот, слагаемое С2. Пи пополам, да. Вот. Все, мы с вами доказали, что из того, что что-то вот это отождественно равно нулю, следует, что константы равны нулю. Линейная комбинация стала быть функцией точно линейной независимой. Хотя давайте предположим, что нам эту задачу задали не на всем R, а на отрезке, ну, сейчас скажу каком-нибудь кривом. Сейчас, что у нас между... Сейчас, между... Что больше пи на 6, но меньше, чем... Нет, сейчас. Что больше, чем... Ну да, пи на 6. Больше, чем пи на 6, но меньше, чем пи на 4. Что-нибудь разумное. Пи на 5. Да, пи на 5. Супер. Правда, пи на 4 тогда... Ну, хорошо. Отрезок, да. От пи на 5 до... Какого-нибудь, чтобы не попасть в пи на 4, да. Значит, 5 пи на 5. От пи на 4 мы умножим там... А, пи на 5, да, это слева. А справа, значит, больше пи на 5, но меньше пи на 4. Четвертая пара 2 пи девятых. Это меньше пи на 5. Нормально, да. Вот. Вот на таком отрезке. Как бы нам доказать линейную независимость? Уже нету ни нуля, ни пи пополам, да. Ну, ясно, что, в принципе, мы можем взять какой-нибудь вот... Ну, значит, ну, те же самые там пи на 5 и 2 пи на 5, вот. И сказать, что... Ну, и начать доказывать, что в двух уравнениях, да, вот С1 синус пи на 5, С2 косинус пи на 5, С1 синус 2 пи на 9, С2 косинус 2 пи на 9, что определитель этой системы не равен нулю. То есть синус пи на 5 косинус 2 пи на 9 минус синус 2 пи на 9 косинус пи на 5, это что там, сворачивается, да? Вот такая штуковина ни в одной точке нашего отрезка нулю не равна. Вот. Это еще надо доказать. Да, и будет, наверное, что-то видно. Но есть способ... Ага. Ну, через определитель. Да, наверное. Да, но есть способ... Да, да. Есть способ проще. Давайте посчитаем от них определитель Левронского, как он себя ведет. Вот посмотрите, ведь предыдущие задачи мы что получили? Мы получили определитель Левронского, который хоть и обращается кое-где в ноль, но он это делает так, что на любом отрезке, какой бы мы ни взяли, обязательно есть точка, в которой он не равен нулю. А это значит, что на любом отрезке наши функции линейно независимы. А есть, как определить Левронского себя ведет, давайте посмотрим. Да, синус косинус. Там как не читать. Да, а тут косинус минус синус, да? Да. Давай. Мы выбрали на маню. Как что? Да. Никто не видел. Минус синус квадрат. Как можно сказать, с синус квадрат? Минус один. Минус один. То есть, оказывается, он у нас, определитель Левронского, вообще нигде в ноль не обращается. То есть, на любом отрезке у нас функция линейно независима. То есть, в данном случае, гораздо быстрее было бы доказать это вот так. Но, поскольку и так тоже не очень сложно, и это все-таки более общий способ. Здесь мы просто, у нас, раз это выполнено для любых х, значит, мы берем, которые нам надо. Удобное. И что из этого стоит? И получается систему уравнений. Ну да. Да, из которой однозначно находимся один С2. Оказывается, что они равны нулю. Вот. Так, замечательно. Да, исследовали все, да. Линейно независимое на любом отрезке. Ну и, в частности, где спрашивали. То есть, на всем R. Так, кто у нас еще хотел? Да, давайте. Так. У вас задача будет 645. 645-е. 645-е. Да, конечно. Даны три функции. y1 равняется 4 минус x. 4 минус x. y2 равняется 2x плюс 3. 2x плюс 3. И y3 равняется 6x плюс 8. Требуется исследовать их на линейную зависимость. Ну, в принципе, мы с вами, как люди, хорошо знающие линейную алгебру, сразу можем сказать. Зависимы. Конечно. Это три многочлена, степени не выше 1. Там размерность 2 у этого пространства, да? Там даже по определению Бронского, там у нас последняя строчка 2 похожа. Да, но из этого ничего не следует. А потому что из равенства нуля определителя Бронского не следует ни линейная зависимость, ни линейная независимость, вообще говоря. Но мы-то знаем, что они линейно зависимы, потому что мы линейную алгебру изучали. Но если нам надо это доказать кому-то, кто не изучал, то мы можем это сделать в лоб. Давайте приведем, ну, по крайней мере, может быть, до конца не будем доведеть, но покажем, как привести пример конкретного набора констант, с которыми эта штука равна нулю тождественная. То есть так и напишем, c1 на 4 минус х, да? На 4 минус х, плюс c2 на 2х плюс 3, плюс c3 на 6х плюс 8, равно нулю. Тождественная даже можно написать. Тождественная равна нулю. Давайте, значит, раскроем скобки, придем, подобные слагаемые при степенях х. При степенях х. Ну, давайте сразу же, а что вы? Да давайте, а, это вы без х сейчас пишете. Все, отлично, да-да-да-да-да. Все, все правильно. Так, и теперь плюс х умножить на... Ну, х давайте за скобки вынесем. Ага. А какое вы, в общем, право имени системы построите? Ну, а как, почему нет? Если мы предположили, что это верно для всех х. Значит, для двух каких-то, у любых, какие мы выберем, тоже должно быть верно. Правильно ведь? Раз для всех. Вот, ну и дальше, значит, это, соответственно, равно нулю. И вот дальше мы делать не будем. Почему? Потому что дальше все более-менее ясно. Когда многочлен, тождественно, равен нулю. Когда у него равны нулю коэффициенты. Поэтому у нас получается два уравнения для трех неизвестных. Вот это равно нулю, и вот это равно нулю. Это система из двух уравнений с тремя неизвестными, однородная. Она заведомо имеет решение, нетривиальное. Поэтому ясно, что найдутся нетривиальные числа с 11 и 23, такое, что это будет тождественно равно нулю. Не, не все, я вас не отпускаю, а то слишком просто. Давайте решим теперь задачу. Вот какую. 6, 7, 8. 6, 7, 8. А мне хватит построения? Хватит. Ага, ага. Все-таки еще разок, а то как-то мы ее так, это самое, она вызвала интерес. Значит, 6, 7, 8. Y1 равняется E в степени X. Y2 равняется синус гиперболический X. Y3 равняется косинус гиперболический X. Значит, надо построить линейное однородное дифференциальное равнение минимального порядка, решением которого являются эти три функции. То есть, не обязательно с постоянными коэффициентами. Поэтому надо строить через матрицу. Но, естественно, прежде чем строить через матрицу, мы должны убедиться в том, что определитель Вронского от этих функций не обращается в ноль. Они линейно зависимы. А через какие две функции все три эти выражаются? Ну, Y1 равен собой Y2 и Y3. Это да, да. То есть, они очевидно линейно-независимы. Поэтому их все три нам не нужно, чтобы построить уравнение. А две из них будут ли линейно-независимы? Почему? Потому что есть аппене X, есть аппене минус X. Они линейно-независимы. То есть, все-таки, любая пара из этих трех функций окажется линейно-независимой. Более того, все три функции, которые мы рассматриваем… Давайте посчитаем, определим Вронского, например, от E в степени X и синуса X. Так, дай ему вспомнить. E в степени X, 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 E в степени X. Это вы тогда для К-шинуса. Хорошо. И чему он равен? Давайте посмотрим Можно перенести сюда И вынести за сколько? Да Вспоминаем первое семестр Да И есть и пеникс тоже можно вынести И это у нас что получается? Это у нас есть степень минус х за скобку Минус 2 Минус 2, да Всего минус 1 что ли получается? Да, минус 1 получается Из того, что определители не равен имя когда-то следует ли не имя? Да, и даже в одной точке следует линейная независимость А из того, что равен 0, ничего не следует Поэтому у нас есть две функции линейно-независимых И поэтому минимальный порядок нашего уравнения будет равен двойке Более того, чтобы не возиться с этими шинусами и кашинусами Мы можем сообразить, какие две функции Линейная комбинация каких двух функций дает любую из этих трех Например Посчитали Минус е в степени минус х Минус е в степени минус х Да, то есть минус 2 е в степени минус х Хорошо, а как мы преобразовали То есть, в итоге, чтобы получить второй столбец Второй столбец Мы вычисли из него одну вторую первого Вынесли из него одну вторую И из первого вынесли е в степени х То есть, мы можем для построения дифференциального уравнения Воспользоваться вообще двумя другими функциями Е в степени х и е в степени минус х Это тоже две линейно-независимые функции И их линейная комбинация дает любую из этих трех Если мы построим То есть, это тоже пара, которая подходит в качестве базиса Того линейного пространства, в которое входят вот эти три функции Поэтому на основе этих функций мы построим нашу матрицу Наш определитель То есть, вот, е в степени Ну вот, да Да, база Значит, поехали Е в степени х Как бы по столбцам будем заполнять Или по строчкам А мы сейчас строим уже уравнение Вот тот определитель А, ну, давайте У2 штриха минус у равно нулю Или плюс у Не, минус у Да, да, можно Дело в том, что здесь Да, да А здесь, соответственно, е в степени минус х Минус е в степени минус х А, минус х У2 штриха минус у Не, по-моему, вы первый раз правильно сказали А здесь вот этот самый наш у У2 штриха Вот мы сейчас с вами делаем по схеме По которой строится решение с переменными коэффициентами Да Но поскольку мы взяли вот такую удобную базу Мы видим, что это на самом деле Для этих двух функций Есть уравнение второго тоже порядка С постоянными коэффициентами Лямбда равно 1 Лямбда равно минус 1 Да Да Мы сейчас туда вот дорешаем И все, ага Вот Можно есть степени Если есть степени минус х А нет, а тут уже нам Поскольку мы не хотим просто посчитать определитель Нам надо выписать уравнение Нам удобнее его расписывать по столбцам По третьему столбцу в смысле Разложить, чтобы получилось именно Линейное выражение относительно производных Тогда я по нему расставлю Ага Вот отсюда тоже вытаскиваю Да, чтобы получается Здесь получается минус 1 Получается здесь у нас Да, минус 2 Это же Ну мы Это самое Нет, я понимаю Мы не Ну, значит, мы убрали экспоненты Чтобы они нам глаза не мозолили Вот Я вот Да, я экспонент убираю Сейчас вы видите Минус А 0 Это ликшник Должно быть Да Одинаковые строки Да-да-да-да-да-да Все, так И дальше Последняя у нас какая? Игорь А тут у нас будет 1 плюс 2 Плюс 2 Да 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 Только минус Где-то Они дали единицу Равно 0 Ну или y2' минус y Равно 0 Да Вот Все, замечательно Ну у нас получилось даже Уравнение с постоянными коэффициентами Но главное, что Это именно Уравнение минимального порядка Потому что Тут две линейно-независимые функции есть И уравнение Меньшего порядка, чем 2 Никак не построить А мы могли же С постоянными Да-да Скажем, что лямбда равно 1 Лямбда равно минус 1 И получается Лямбда квадрат минус 1 Равно 0 И значит y2' минус y Равно 0 Да, совершенно верно Ну замечательно Значит Сейчас я дз скажу Значит Вот Единственное, что Давайте сейчас глянем Прям очень-очень быстро На задачу 704 У кого есть Куда глядеть Ну я словами скажу Это линейное уравнение Второго порядка Неоднородное У которого заданы Два частных решения И нас просят найти Общее решение Этого уравнения Линейное уравнение Неоднородное С переменными коэффициентами У которого известно Два частных решения Как его решать? Очень просто Если есть два частных решения Неоднородного уравнения То их разность является Решением однородного уравнения Поэтому у нас уже есть Одно решение Однородного уравнения Дальше второе решение однородного уравнения мы можем с помощью формулы Астроградского-Лиувиля посчитать. Тогда у нас будут два линейно-независимых решения однородного уравнения. То есть будет общее решение однородного уравнения. И добавив к нему любую из двух заданных функций, то есть частное решение неоднородного уравнения, мы получим в сумме общее решение. Ну так это на дом пойдет. Ладно, все, значит, задание на дом. Задача 615, 616, 618, 675, 677, 705, 716, 666, 646, 666, 646, 650 и 651. Все это, в общем... Ну это все вот наподобие таких. То есть это все как бы коллокриумы, собственно говоря. Вы решайте, кто недорешал ДЗ по Астроградскому-Лиувилю и по этому. Вы дорешивайте, потому что это будет в контрольных. Ага. Вопрос. У нас вот одинаковый вопрос. Ага. Вот 674 номер. Какой? Вот эти вот две функции надо построить в минимальном порядке. Давайте. Спасибо.